Я Хромцов Максим, я в Яндексе уже реально давно, судя с ребятами, кто сейчас выступает. И в Яндексе я уже занимался такими проектами, как карты, транспорт, метро, куча common-библиотек. Наверное, кто-нибудь может еще помнить такой проект «Яндекс.Город». Вот видите, он уже… А, он даже есть человек, который… Хорошо, да, даже его я тоже делал. Но больше всего мне нравился проект MapKit, который уже давным-давно завершился. Итак, сегодня мы поговорим про, как мы все-таки же внедряли вектор Drawable в Яндекс.Картах и всю его историю с плюсами, минусами, которые мы сталкивались, и всякими вкусняшками внутри. По докладику я вам расскажу, какие требования перед нами стояли, почему мы все-таки взялись за векторные ресурсы, поговорим о том, как мы это делали, ну и в итоге, зачем мы принялись за такую серьезную и важную работу. Итак, по требованию. Время было 2015 года. Перед нами стояла огромная задача в новых Яндекс.Картах – это внедрить ночной режим. Мы посмотрели, что ресурсов у нас еще очень много. И, представляете, есть дневная тема, где графики немерено, надо было поддерживать там 5 DPI разрешений, плюс еще ночная, и там получается в катавасе, что ресурсов еще будет больше. Помимо этого мы посмотрели, а как же у нас происходит распределение платформ на текущий момент времени, того времени. И оказалось, что у нас почти 70% это андроиды 4-й версии, ну, соответственно, дальше уже 5-й, и совсем чуть-чуть 6-й, никакой 7-й, соответственно, версии в тот момент вообще не было. Я даже специально откатился на коммит самого первого релиза, четвертой картой 4.0, чтобы посмотреть, сколько же в итоге ресурсов-то у нас было, когда мы запустили этот проект. И всего оказалось, что векторов на тот момент у нас было 400. И вы представляете, если мы бы еще поддержали 5 DPI, цена бы сразу, количество файлов бы сразу выросло, и отменить такое количество прям совсем невозможно. Но я взял и посмотрел, сколько же ресурсов в новой версии, которую мы выпускаем постоянно. Там цифра заметно увеличилась. В районе полторы тысячи это векторных ресурсов. Не считая там всяких разных. Вот представляете, если бы мы не перешли на какой-нибудь вектор или какой-нибудь другой формат, то мы бы обладали сейчас размерным файлом, в котором 7,5 тысяч файлов. Я не знаю, там какой-то гигантский бы у нас был бы ПКшник, плюс со всем внутренностями, со всем механизмом. И вот приблизительно график корреляции, как у нас все это происходило. В конце 2015 года мы стали смотреть, какие же есть библиотеки на рынке, какие же есть решения, чтобы их использовать. Мы нашли несколько хороших решений, которые нас удовлетворяло. Это Android SVG, может быть, кто-то помнит, использовал. SVG Android была такая. Представьте себе. И, кстати, одна из них, я точно не помню, какая-то еще живет и развивается. Вторая уже… Все уже. И Mr. Vector. Это мод библиотеки, основанной на реальном исходном коде VectorDrawble от 5-го андроида. То есть там чувак запарился и написал. Также мы стали смотреть в сторону VectorDrawble в 5-ом андроиде. И вот теперь такой вопрос. А кто еще не использует VectorDrawble? Есть такие люди? О, даже есть, смотрите. Не использует. Вот, может быть, даже будет очень интересно. Мы посмотрели все эти библиотеки и подумали, нам надо же вообще как-то потестить, посмотреть, что они вообще умеют. Мы взяли наши ресурсы, которые нам выгрузили дизайнеры, соответственно, SVG-шки, потом некоторые мы из них конвертировали кое-как в Vector и прогнали на четвертом андроиде. Все цифры это в миллисекундах, соответственно, план проведения тестов – это первая загрузка и первое отображение в андро данного ресурса, чтобы четко понимать, сколько ресурсов у нас будет грузиться, сколько вообще надо ему времени, чтобы отобразиться на экране у пользователя. Да, PNG реально выигрывает. Ну, что ж поделать. Давайте будем смотреть дальше. Мы взяли и прогнали такой же тест на пятых андроидах. Там, где уже используется Vector Drawable нормальный, прям платформенный. Ну, нас там тоже, конечно, цифры не очень сильно-то и удивили. То есть PNG-шка опять выигрывает по скорости отрисовки и отображения пользователю на экране. Какие были проблемы, когда мы стали рассматривать все эти библиотеки? Проблемы были следующие, что андроид SVG плохо рисует. Плохо, потому что в SVG есть куча разных форматов, соответственно, надо все поддерживать. Может быть, кто-то в курсе, что отрисовка Vectra в SVG может тоже происходить по-разному. Есть там по часовой стрелке, если рисуется, и против часовой. Соответственно, там либо вырезание, либо происходит накладывание. Вот, кстати, одна такая же проблема была и в Mr. Vector, и даже в пятом андроиде, когда у нас дизайнеры рисовали определенным способом в какую-то сторону, у нас графика вся разъезжалась. Мы посмотрели все SVG-шники, и нас по скорости они реально не удовлетворили. Хотя они были чуть-чуть побыстрее, потому что качество отрисовки было намного хуже, потому что множество ресурсов, которых мы на 100 ресурсов наших прогнали, отображалось некорректно. То есть, возможно, даже из-за этого и цифры могли быть намного быстрее. Поэтому мы остановились на VectorDrawable и, соответственно, на его реализации Mr. Vector. Соответственно, сразу могу сказать, никакого VectorCompat, SupportCompat, не было в то время. Он был только в планах, мы нашли коммит в гугловых репозиториях, что вот что-то собирается родиться, но на самом деле еще ничего тогда не было. Мы пошли дальше. Мы стали тестировать эти библиотеки и взяли легковесную SVG-шку, там маленькую иконку, которая обычно у нас используется, я не знаю, там в категориях, либо еще что-нибудь, размером 48 на 48 dp. И опять померили такими же тестами на четвертом андроиде. И оказалось, что скорость-то нас уже более-менее не устраивает, там 4 против 7 миллисекунд, но это уже что-то. Дальше мы пошли больше, нас заинтересовало, а есть ли какой-нибудь предел скорости VectorDrawable и PNG-шки. Мы просто взяли и сделали такой интересный тест. Мы увеличили картинку, сделали тысячу на тысячу. И оказалось, что здесь Vector выигрывает и даже хорошо выигрывает по сравнению с PNG. Ну понятно почему, потому что чем больше ресурсов PNG, тем его, соответственно, сложнее. Все знают, как формат PNG. Он там зипованный, ну не зипованный, а сжат. Пока разжатие происходит, соответственно, здесь и тратится большая часть ресурсов на получение соответственного отображения. Соответственно, со всеми этими выводами мы поняли, что да, мы переходим на VectorDrawable, соответственно, мы переходим на свою реализацию VectorDrawable. И какие же плюсы мы получили? Это, соответственно, уменьшение файлов. Сразу мы отбросили все DPI, которые мы поддерживали, от M до 3x DPI, все PNG-шки. Мы, соответственно, раз PNG-шки у нас теперь нет, у нас всего-то там 400 файлов, у нас, соответственно, плюс еще этот текст, он хорошо сжимается, мы, соответственно, очень хорошо ужались в APK-шку по размеру. Версия Mr.Drawable, от которого мы как бы отталкивались, была полностью слизана с 5-го андроида и была реализована на Java. Это было здорово, потому что даже в той версии, там в 5.1, один мы еще даже дообновляли, мы находили баги, которые надо было править прямо в исходном коде отрисовки Vector. Какие еще плюсы? Плюсы в том, что мы смотрели в будущее и понимали, что андроид растет, обновляется, новые версии выходят каждый годом, и там уже идет платформенная поддержка Vector.Drawable, то есть как бы все плюсы налицо. Минусы. Все-таки скорость отрисовки как-никак ниже по сравнению с чем с PNG. Проблемы с отрисовками. То есть здесь уже надо, чтобы была слаженная работа между дизайнерами, которые рисуют SVG-шки, надо им правильно было рисовать, мы им говорили, как они делали. Ребята вообще молодцы. И, соответственно, проблемы были на клиенте, в коде прям. Вот кто-нибудь, может быть, знает, в новых версиях андроида появилось Vector.Drawable, ты можешь указать Evernote, там мод специально есть, в самом прям файле Vector.Drawable. Вот и как раз они поправили эту ошибку. А раньше такого не было. И, соответственно, была проблема этой генерации тех же самых XML-ресурсов. Мы облазили все интересные там места в интернете, которые можно. И нормальных тулзов по генерации или переводу из SVG-шек в Vector не было. Нам пришлось писать самим. Итак, внедрение. Как вы думаете, сколько итераций у нас произошло, чтобы мы пришли на какую-то финишную прямую? Может быть, кто-нибудь там из зала? 60? Нет. У нас получилось всего лишь три итерации, и по каждой отдельно я остановлюсь и расскажу, в чем был его смысл, его реализация, какие плюсы и минусы, ну и что у нас в итоге вышло. Реализация номер один. Мы посмотрели, как реализован MrVector. Там оказалось все очень просто, и мы решили заиспользовать такой подход к переопределению ресурсов, то есть написание своего в рапер-класса поверх контекста и поверх ресурсов, чтобы, ну, если кто не пользовал, может вот так вот переопределить ресурсы, чтобы уже дальше работать как прокси-класс над контекстом. Для чего мы все это делали? А для того вот такого вот метода, который позволяет получить drawable из любого либо лейаута, либо прямо из кода. То есть если вы создаете какой-нибудь image view в своем лейауте и прописываете там, а теперь у вас картинка вот такая, то в этом месте вы можете поймать вызов из системы и, соответственно, делать с drawable все, что вам хочется. Хоть там, я не знаю, кружок сверните и верните обратно систему, он вам таким отрисуется. Либо из кода. Соответственно, теперь по механизмам, как мы делали внедрение и получение вектора drawable. Есть вот такой метод lookup, по которому к нам в систему попадал ID-шник вектора, который надо, ну, ID-шник drawable, который надо нам загрузить. И мы проверяли, векторный ресурс либо векторный, но все зависит, если он уже как бы был предзагружен, закеширован в наших сетах. Если еще в сетах он не лежит, мы пытались его заинфлейтить. Метод inflate, вот такой самый простой. Мы просто говорим, вектор это ты. И, соответственно, если это не вектор, он возвращал null, и мы дальше его пропускали. Значит, это не вектор, значит, это, скорее всего, какой-нибудь другой drawable. Там, чертова пойми, может быть, color drawable, может быть, просто какой-нибудь там ptg-шка, либо еще что-нибудь. С загрузкой все вроде бы понятно, но была такая проблема. У нас было много сверст на UI, которые нам никак не хотел исправить, даже если какие-то там возникали проблемы, а проблемы возникали. То есть благодаря вот такому вот механизму переопределения получения drawable мы как бы избежали множества проблем с переверстыванием дизайнов, вызыванием что-нибудь из кода по поводу формирования вектора drawable. Но проблемы были. И проблемы это с текстю и другими вьюхами. Кто знает, что в текстю можно drawable отрисовать? Отлично. Вот как раз вот с этими drawable, как и в любых других, я не знаю, там, лайнер-лейаут, дивайдеры тоже можно отрисовать. И были проблемы. Давайте посмотрим, какие же. Это выдержка из текстю. То есть там механизм заключался в следующем. А именно, он получал type array и потом говорил type array, а дай-ка ты мне ресурсик-то вот с таким вот айдишничком. Давайте посмотрим дальше. Вот проваливаемся дальше в этот метод getDrawable. И уже в самое интересное конечное место getDrawable forDensity, который говорит ресурсы, а дай-ка ты мне вот загрузи сразу вот этот drawable по такому-то айдишнику. И вот к этому методу мы не имели доступа, потому что он был закрыт, никак к нему получить доступ не могли. И в итоге получалось, что у нас есть куча UI, у которого есть проблема и в отрисовке drawable. То есть тут была дилемма, либо мы часть UI будем оставлять PNG-шками, что нам не очень хотелось все-таки, мы уже раз решили использовать вектор, то давайте дожимать. Либо искать какой-нибудь другой выход, и мы его нашли. И реально мы его нашли только путем реализации главной задачи – это внедрение ночного режима. То есть ночной режим нас спас от этой проблемы. Итак, давайте посмотрим, что же мы придумали-то с ночным режимом, который позволял нам обойти вот эту проблему с ресурсами, загрузки ресурсов. Остановимся пока на этом слайде. Кто знает, что такое level-less drawable? Ну вот, есть люди. Хорошо. Level-less drawable – это ресурс drawable, в котором в каждый левел ты можешь запрограммировать, какая у него картинка и выставить ему соответственного левела. Вот как раз вот выдержка, в котором показывают, что в level-less drawable загружает, встроенный в него drawable через нашу ручку, которую мы переопределили через наш IP, через наш прокси-класс, в раппер-класс, как хотите, можете назвать. И, соответственно, получается механика. TextU грузит level-less drawable через свое старое IP, которым к нам нельзя никак добраться. А вот уже level-less drawable через наш в раппер грузит нужный нам ресурс. Получается такая как бы слоеный пирог из level-less drawable. Плюсом level-less drawable, который нам дал, это возможность внедрения ночного режима вот таким вот способом. Как вы думаете, почему, если кто знает, как работает level-less drawable? Это вот как раз вот наш основной, основная точка входа для ресурса. То есть предположение есть? Давайте не буду. Там это все очень просто. Мы взяли и каждому уровню выставили, что это либо дневной, либо ночной режим. И, соответственно, если это level 0, мы считали, ну, соответственно, это дневной режим. Если level считался сотым режимом, точнее сотка, то это у нас ночной режим. Мы еще даже так пошутили один раз, что да, интересное решение, это можно так шкурки просто писать, можно любой уровень добавлять, и у вас любой проект может прям на лету брать и цвет менять, бэкграунд менять, там, я не знаю, картинки, ну, как VNAMP, кто, может быть, помнит. Вот, да, вот, прям вот так вот можно было сделать. С вектором drawable мы разобрались. Давайте еще, какая уже у нас такая насущная боль была. Это все-таки была генерация XML. Как я говорил, на тот момент не было нормальных тулзов по генерации. Соответственно, у нас был сотрудник, Вова, сейчас он, по крайней мере, уже не с нами. Не ты, Вов. Он взял и написал на C-шарпе библиотеку, которая позволяла брать SVG, править в нем путь, если он задан был не по тому вектру, переворачивать его в правильный вектор, когда дизайнеры рисовали, чтобы дизайнерам говорить, ну, блин, ты вот тут неправильно вот этот шейп нарисовал, давайте его разверни в другую сторону. Вот такого он избавил дизайнеров, и, соответственно, у него на выходе получался корректный вектор, который нас удовлетворял. Теперь к плюсам. Итак, ура, у нас в 2015 году приложение на 90%, ну, кроме лаунчера, лаунч-конки, извините, даже в то время, на то время была всегда PNG-шка, и никак ее не переплюнешь. Ура, у нас вектор. У нас вектор, отлично. Меньше ресурсов, меньше проблем. Я думаю, каждый из вас знает, что когда ресурсов много, то уследить за ними намного сложнее. Честно могу сказать, был дизайнер, который даже в MDPI правил ресурсы так, чтобы линия была ровненькая. Иногда бывает так, что дизайнеры тебе дают ресурсы, ты их просто копируешь, а потом тестировщики находят, говорят, вот, блин, на HDPI вот здесь вот ресурс мыленный, блин, все нормально, вот здесь он какой-то мыленный, надо править. Ты, соответственно, тратишь на это время, чтобы решить эти проблемы, которые, ну, реально их можно, они не нужны, надо как-то быть проще. Отлично, у нас есть ночной режим. Легко переключаем, легко используем. Если надо добавить какой-нибудь новый стиль вместо ночного режима, все мы можем сделать, все в наших руках. Наконец-таки у нас есть нормальная генерилка по созданию векторов, и прекрасно пользовались. Помимо плюсов, все-таки были минусы. Как вы думаете, какие самые главные минусы нашего решения? Нет, работал абсолютно на всех устройствах? Ну, не совсем. Давайте самое главное, level-list, реализация, он грузил сразу два ресурса, без разницы, в какой вы теме находились, либо в ночной, либо в дневной. Соответственно, расход по памяти. Представляете, вы загружаете приложение, пользуетесь им только, допустим, днем, но в памяти у вас висят еще и ресурсы ночной темы. Ну, тоже никуда не годится. Еще минус, это все-таки дополнительная прокладка, как я называю ее, вот этим слоем level-list-drawable, которая грузилась, которая реально, от нее тоже как бы хотелось в будущем избавиться. Ну, пока так, да, что же поделать. Ну, и тоже еще один такой немаловажный, как бы, пунктик, это все-таки большой порог входа для выгрузки вот этих вот генераций вектор-drawable, потому что нам было прийти дизайнером, поставить программульку, еще и на Mac, она еще написана на C-sharp, там много чего зависимости подтягивает. Короче, сложно было. Когда она не выгружает, надо было с ней разобраться, что она там не выгружает. Но самое главное, что настроил, работает отлично, выгружается, нам хорошо. Реализация номер два. Мы пожили с этим решением, зарелизились, кстати, мы зарелизились с этим решением. Пожили с этим решением, ну, понятно, что мы всегда должны развиваться, делать приложение лучше, и да, мы нашли лучшее решение. Но для этого надо было все сначала. Надо было просто убрать то старое решение. Понятно, ну, идеи как бы есть, как что переключается, мы уже более знаем внутренности, еще кое-какие плюсы мы там нашли. Но надо было начать все сначала. И мы начали. Мы взяли и выкинули level is drawable и заменили его на простой селектор. Кто знает, селектор во что превращается? Еще раз. State. Все правильно. State drawable. То есть у него просто переключение стейта то в ночной, то в дневной. И вот мы добавили свой стейт. И, соответственно, все отлично. Но для этого нам пришлось немножко и покопаться в самом приложении в нашем. Если раньше за нас всю работу делал level is drawable, загрузка ресурсов, то здесь было немножко все по-другому. Нам пришлось пробегать по нашему проекту и делать такую предкомпиляционную работу, то есть посмотреть, какие векторные ресурсы есть в системе, чтобы сделать два массивчика. Соответственно, массивчик с ночным, с ночными ресурсами и массивчик с дневными ресурсами. Это я вам дальше расскажу, почему. Это важная работа, которая в дальнейшем покажется, для чего она все, для чего была сделана. Окей, как бы предподготовка есть. Что же дальше? Блин, дальше рефлексия. Ребята, да, порефлексируем немножко, но все же без нее никуда. Решение получилось намного лучше, потому что мы избавились от всех прокси-классов, в раперов, которые у нас создавали от первой реализации, но все-таки рефлексия. Вопрос, кто изучал кэширование дроублов, как они грузятся? Может быть, кто-то по практике своей, еще что-нибудь? Никто. Будет зато интересно послушать. Я не буду рассказывать весь механизм, я расскажу просто выдержки те, которые мы использовали для нашей реализации. Есть вот такой вот объект, long-sparse array, таких вот объектов. Запомним его, посмотрим. Ну, какой-то, видите, preload-дроублов, что-то там он что-то держит, неизвестно что. Ну ладно, теперь помним из проблемы текст-ю, это загрузка дроублов, метод вызывался, к которому мы не имели доступа и никак не могли его поломать. Поломали. Давайте посмотрим его внутренность, load-дроубл, то есть он берет наш preload, что-то там у него берет и потом смотрит, если он не null, то делает дроубл. Блин, интересная тема. Ну, что ж такое ключ? Вот как этот ключ? А все, вот этот ключ, что с ним? Как мы его можем сделать? Оказывается, все просто. Но не все так просто. Вот чтобы получить ключ, у нас при запуске приложения открывался специальный XML-ник, который система генерировала и вытаскивала оттуда данные. На основе этих данных мы получали вот этот ключ. То есть мы, грубо говоря, повторяли реализацию, как это делает сам Android, чтобы получить этот ключ и дальше, соответственно, его сгенерировать. Окей. Что же дальше? Дальше у нас рефлексия уже спускается к нам в студию. Мы берем данный объект Long Sparse Ray, делаем его, чтобы мы могли его видеть. Пятое-десятое после фиксии незнакомо, почитайте, очень интересно. И дальше смотрим. Если Long Sparse Ray у нас нужен объект, то давай в него загрузим все наши коллекции, все наши массивы, которые мы создавали предкомпиляцией. То есть с ночным режимом, с дневным режимом. Ну, блин, все не так просто. Оказывается, на некоторых андроидах версии, вот я сейчас не помню, на каких именно, нет такого объекта. Там Long Sparse Ray не массив, а там он как единичный объект. И нам пришлось сделать вот такой вот if. Если массив, то делаем это. Если не массив, а просто объект, то делаем вот это. В итоге что у нас получается? Мы подготавливаем коллекцию, которая загружается к нам в класс. Дальше при запуске системы мы генерируем ключи для всех этих элементов. И через аффиксию говорим Android, вот у нас тут есть два массивчика, как бы предзагруженных, ты с ними и работай. Когда система говорит, ну-ка создай мне вот этот вот drawable, Android смотрит, у меня это же в прикэше, сейчас мы его тут создадим, пролезает в наш врапер, и врапер говорит, ой, сейчас, ой, извините, пролезает в врапер, и врапер говорит, о, сейчас я тут создам, что у нас там с ночной темой, сейчас я тут ночную тему создам, и все, и уже отдает нам drawable векторный, который нужно, созданный, все шикарно. Здесь все отлично, но мы же не только приложение улучшаем, мы также улучшаем жизнь нашим дизайнерам, чтобы они могли тоже лучше работать. И мы взяли, написали плагин для скетча. Все наши дизайнеры сидят в скетче, соответственно, мы думали, ну, раз он поддержит плагин, может, мы что-то сможем для них сделать. Да, мы сделали, взяли, написали плагин, установили, в итоге получается что? Дизайнеры, когда нарисовали кучу своих картиночек, остается только включить, активизировать данный плагин, и потом нажать, сказать, выгружай SVG. И у них, получается, на лету формируются две папочки. Это папочка с SVG, чтобы мы могли просматривать, что это за ресурс, потому что все лежит в Яндекс.Диске, и мы смотрим, какие ресурсы по графике за что отвечают. И рядом лежала папочка с векторными ресурсами, уже конвертированная для нормального формата, и все шикарно. Итого, плюсы. Мы решили проблему с памятью, которая была в первой реализации. Оптимизировали работу с XML, потому что, как я говорил, нашли пару баг в пятом андроиде, даже, насколько помню, тикет создали в гугловой очереди, чтобы они это пофиксили, а не пофиксили в следующей версии, тоже как плюс. И улучшили генерирование самих XML, за что нам дизайнеры сказали огромное спасибо, потому что мы сразу библиотеку первой версии выкинули, которые в первой версии создали, и они нам спокойно выгружали. Вот, насколько я знаю, выгружали в картах, в транспорте, даже в метро. Ну, это как выгружали тогда. Сейчас что-то, значит, будет лучше. Минусы. Минусы, конечно же, всегда есть. Без них никуда. Это предпроцесс при компиляции. Может любая ошибка допуститься, у вас билд сломается, непонятно почему, долго в этом разбираться. Это трата времени, зачем, значит, думать лучше, как же это улучшить. Ну и самая главная причина, проблема, минусы, это какая, как вы думаете? Абсолютно точно. Это рефлексия. Я не поленился, пока создавал доклад, готовил презентацию, не поленился, залез и в восьмой, и в девятый Android посмотреть, а вообще сейчас что-нибудь поменялось в том же самом левел-листе, в ресурсах по загрузке. Честно говорю, нет, ничего не поменялось. Но может поменяться. И если бы мы не перешли на реализацию номер три, и пришла бы какая-то вот такая вот изменение, мы бы сели в лужу, мы бы даже, возможно, бы и не зарелизились, пока бы ее не исправили. Но, наконец-таки, сыграл случай. Ровно год назад я посмотрел по дикету, мне тут коллега подсказал, в каком дикете посмотреть. Когда мы все это исправили, сделали хорошо, как вы думаете, что мы сделали? Абсолютно точно. Мы как раз просидели, пролетели этот момент времени, когда компат то отваливался при сборке, то как-то не работал, то с ним вообще какие-то проблемы были. Мы это пролетели вот с помощью наших предыдущих решений и перешли на него, когда он уже устаканился. Спасибо команде. Вообще молодцы, поработали хорошо. Что дальше? Не забываем, что у нас была проблема с ночным режимом. Там у нас ресурсы все лежали рядом. Да, мы сделали небольшие хаки, и теперь все ночные ресурсы у нас лежат в отдельной папочке Drawable Night. Соответственно, их легче администрировать. То, что просто Drawable лежит, значит, дневная тема. То, что Drawable Night лежит, значит, дневная тема. Ну и самое главное, чтобы не забыть наших дизайнеров, у них тоже появился нормальный механизм по выгрузке, который уже как бы не мы саппортим, а саппортит хорошая команда. Это продукт называется Paint Code. Они просто раньше его использовали для того, чтобы выгрузать ресурсы. Это не реклама, правда, но просто наши ребята используют. Они использовали для выгрузки в iOS приложение, для ясных продуктов, выгрузку всех ресурсов. И там с недавнего времени появилась возможность выгрузки именно векторных ресурсов. Ну, лучше, чем наша библиотека работает, и, соответственно, хорошие стабильные релизы. Давайте плюсы. Все-таки здесь реализация от Google. А как, может быть, кто-то знает, кто-то не знает. Начиная с шестой версии Android, весь механизм отрисовки вектора пришел в native. Соответственно, скорость отрисовки и разбора всего этого длинного пасса, какой бы мы ни написали, он уже в плюсовом коде. Это уже не Java реализация. Соответственно, удобное расположение всех ночных, дневных ресурсов, соответственно, меньше головной боли, потому что у нас была такая негласная договоренность. Ресурсы с ночной тематикой мы помечали по сфиксам night, чтобы понимать, что это ночной, это дневной. Но все равно получается такая большая простыня всех ресурсов, папочки, дробл, не очень хорошо. Соответственно, это платформенная поддержка в новых версиях Android. Соответственно, решение сразу проблемы. Если вдруг в какой-то версии Android у нас бы поломался механизм загрузки, мы бы сели в лужу, и там триндец был бы вообще. Главное, это мы все-таки уменьшили размеры ПК, теперь ПК намного меньше, если бы мы оставили там ПНГ. Так что советую, кто еще не использует, перейти все-таки на вектор. А, не надо жать. Зачем все это? Это нужно, чтобы ваш продукт шел ногу со временем. То есть, если вы будете оставаться на старых API, со старыми библиотеками, ну, возможно, значит, вы не растете, и вам надо об этом просто задумываться. Итого. Мы очень… Я лично горд, не знаю, я у других ребят не спрашивал, но я горд реально, что в 2015 году, можно сказать, что мы единственное приложение из Яндекса, кто на 99% был с вектором внутри. И я этим прям реально горжусь. Соответственно, профит по размеру. Мы сэкономили кучу ресурсов, кучу ваших денег, когда вы скачивали наше приложение. А может быть так. Уменьшились издержки для дизайнеров. Как я говорил, были дизайнеры, которые прямо MDPI дорисовывали так, чтобы было все четенько, все красивенько. Здесь теперь они рисуют векторы, все выгружается, они используют удобный для них механизм, все шикарно. Уменьшили издержки для разработки. Ну, правда. Когда тебе сваливается, как я вот вначале показывал, представляете, 7 тысяч, 7,5 тысяч ресурсов ваш проект, и вам начинают там тестировщик говорить, вот здесь что-то мазанный ресурс, здесь еще что-нибудь, здесь ресурс какой-нибудь там, не знаю, плохо довыгрузили, там, не докопировали, ну, всяко бывает, человеческий фактор. Администрировать это становится намного сложнее. На этом все. Доклад мой окончен. Всем спасибо. Спасибо большое, Макс. Я тоже горжусь, когда мы это запустили. Это было круто. Вопросы? Все остается так же? Спасибо. Спасибо. Тут очень много было затронуто… Что? Ну, так надо будет идти к нему сначала. Стань, пожалуйста. Нет, это сложно будет сейчас это сделать. Ну, сейчас, ладно. Тут было очень много сказано про Night Mode. Вот. И то, что для этого создавали, соответственно, я так понимаю, отдельные схемы, отдельные файлы как бы. Схемы чего? Ну, XML или вот это вот все. Да, да, ресурсы, потому что у вас… Вопрос дальше. Вот. Это такой был предвопрос. Я просто в свое время очень много потратил времени на виджеты в браузерах. И вот точно уверен, что, допустим, в хроме есть такая тема, что он может просто в графический интерфейс поставить какие-то значения к цвету там RGB и прочего, чтобы его инверсировать постоянно, когда человек нажимает на триггер, который переключает его в Night Mode. То есть, ну, неужели вот ничего нельзя было сделать такого, чтобы не париться? Смотри. Смотри, нюанс такой. У тебя менялись сами ресурсы графические? Ну, возможно, мы просто, может быть, не нашли, либо мы можем просто обсудить полную реализацию более детально и посмотрим. Может быть, она нам не подошла как-нибудь. Дело было в том, что у нас это менялось не только цветом. Весь ресурс могла другая картинка быть для другого режима. В этом проблема. Еще вопрос? Я видел, там еще какие-то были вопросы. Спасибо за доклад. Вы очень много сказали о том, как важно использовать Vector Drawable и все такое, но почему тогда публичный Яндекс.Мапкит, сейчас который для сторонних разработчиков не поддерживает Vector Drawable? А что значит не поддерживает? Ну, это значит, если мы сразу скармливаем Vector Drawable, то он просто не отобразится. И нам нужно еще самим как-то обвязываться, что-то еще придумывать, чтобы это заработало. А скармливать куда? Отображение на карте? Да, для маркера обычного. Ну, вот я честно могу сказать, что у нас все маркеры на картах, что в транспорте, что в картах векторные. Тем не менее. Ну, Мапкит, да, честно могу сказать, Мапкит на текущий момент не поддерживает, да, это наша обвязка. Спасибо. Ну, и просто я хочу поправить, что Мапкит пишет под JL, а мы это пишем под Android, и поэтому немножко разные вещи. Здравствуйте. Я, возможно, прослушал. У меня две основные проблемы возникали, когда я работал с Vector. Это первое, это производительность, была ли она решена? Типа, то есть у вас так же быстро рендерились по NG-шке, как SVG-шке? То есть и почему вы сразу не перешли на NDK-шный код какой-нибудь, который обрабатывал бы Drawable? Зачем было ждать платформе нового решения от Android? В смысле на NDK-шную реализацию Vector Drawable? Ну, типа на нативе. Тогда ее даже не было. Нет, самому написать. Самому по ресурсу впаливает? Не знаю. У нас не было тогда такого количества ресурсов, чтобы потратить на эту задачу. В общем, перформанс просаживается из SVG-шки. Вот здесь все-таки просаживается по тестам, но не просаживается в самом приложении, потому что вы, когда запускаете продукт, вы не отображаете пользователю сразу 100 ресурсов. У вас от силы появляется там 5-7 картинок. Получается, разницы вы даже не замечаете. То есть всего в приложении используется, ну, от 2015 года приложение, всего 400 ресурсов дневной и ночной. То есть 200 ресурсов на, соответственно, дневную тему. То есть в каждом интерфейсе 2, 3, 4, ну, максимум 10 иконок. Ну, окей. Я надеюсь, это было подтверждено как-то метриками. Да. Ну, и второй вопрос. У меня постоянно проблема была. То, что SVG-шки плохо отображаются. Я понял, что у вас есть решение на C-шарпе. Было бы очень клево, если бы оно было в open source. Ну, или в каком-то… Вот движок, который генерирует из SVG-шек vector drawable, он действительно ушел на open… в открытые источники, да, как-то так сказать. И даже есть реализация для вебовских, может быть, знаете, просто иконка-перетажка SVG, и он генерирует вектор. Я потом могу, если что, в кулуарах дать ссылочку. Там проект на GitHub лежит, и все нормально. Ну, не очень понятно, зачем это нужно сейчас, потому что есть студия, которая генерирует нормальный XML, есть и онлайн-инструменты отдельные, есть PaintCode, который тоже нормально все делает. Тот инструмент уже outdated. Да, 100 баксов. PaintCode 100 баксов стоит. Спасибо вам за доклад. У меня очень коротенький вопрос. А где? А. Как вы раскладываете ресурсы по разным папочкам? Может быть, я что-то упустил? Вот этот момент. То есть drawable и ресурсы вообще, как бы, да? Как вы их раскладываете по разным папочкам? Как-то группируете их, да? Я так понял. Ну, сейчас у нас дизайнеры выгружают прям папочку drawable, и мы ее просто копируем, да, и все. Вот есть drawable, основная папочка с ресурсами. А вы можете в drawable, да? Да. Разложить какие-то папочки, там завести еще папочки, да? И туда положить, допустим, вот у вас есть knight, и есть не knight, а вообще наговоря. Дополнительная группировка? Ну да. Я знаю, что есть плагин для студии, который это визуально показывает, но когда за тебя собирает машина, ей это не обязательно смотреть. То есть у вас это типа как CI, и что-то вот собирается из этих папочек, да? Нет, нет, нет. А потом реально? Я знаю, что есть плагин для студии, который так делает, чтобы разработчику было удобно складывать. Ну вот так, вот это я точно знаю. Честно говоря, про себя я такое не использую. У вас просто все лежит в одной папке drawable, да? Да, да. И там просто какой-то, может, префикс, да? Вот как это реализовано? Это в старой версии был префикс knight. В новой версии card. Все, что в папочке drawable, это относится к дневной схеме. Ну и плюс дополнительные какие-то иконки основные. Все, что в папочке с названием drawable knight, лежит ночная тема. А потом они как собираются вместе? Они так и остаются. Это на уровне платформы все решается. Ну я понял, да. Вообще, пока микрофон несут, есть способ разделять ресурсы. Можно в build.raddly указывать разные папки для ресурсов. Я помню, мы тебя спросили. Тебя сложно забыть. Можно, да? Да, слышно? Раз, два. Спасибо за доклад. Очень классный доклад. Мне понравился. Хотел дополнить предыдущий вопрос. Вы просто так выделили, что в третьей итерации у вас поделилась там под rowble, но правильно я понимаю, что сама реализация так и осталась на стейтах, и по сути осталось то же самое, как у второй итерации? Не совсем. А что, дополнилось? Ну я бы сказал, что там можно на этом сделать целый доклад. Там патчется конфигурация платформы, переключение, и, соответственно, мы конфигурации говорим, что теперь ночной режим, платформа делает все сама. Но это в lifetime переключается. Конечно. Окей, ладно, спасибо. Ну вы когда едете по картам, если ездите по картам, вы не ездите, да? Ну жалко. Вот еще вопрос здесь. Еще. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Кстати, хотел прокомментировать, что студийный конвертер, он некоторые теги не поддерживает. Поэтому, мне кажется, это тема, свой конвертер иметь. Вот значит, вы приводили разные подходы, и вообще потом тестирование в итоге провели, да? Конечно, мы проводили полностью тестирование на разных девайсах, разных платформах. Да, и в итоге насчет исходников, вы выдергивали исходники из платформы, да, на некоторых этапах. Да. И как бы их саппортить в любом случае нужно. Сейчас вы уже от всего избавились. Да. Ну, отлично, да. Да. Стратегия вин-вин, да. Ну и тогда еще офф-топ, если… Вот я недавно узнал, что у меня на телефоне есть сберегающий режим, и там вот остается Google-навигатор. А вот Яндекс-навигатор нет. Видимо, он фильтруется именно экономным режимом как-то. Это совсем офф-топ. Да, да, да. Есть такой суперэкономный режим, в котором… Думаете об этом, да, Камила? Мы не можем на это повлиять. Это административно решается. Спасибо. Да, да, да. Подождите, вот тут вопрос. Парень, кто хочет, я вам передам. Спасибо. Первый вопрос по поводу… Даже дополнение по поводу тегов. Как бы у нас сейчас дизайнеры научились делать так, чтобы конвертер студии все парсил без тегов. И если действительно есть такие ошибки, мы просто говорим переделывать, переделывать все хорошо. Второй момент по поводу разделения по папочкам. Вот, если кто-то писал на Котлине, как раз в Gradle можно сделать разделение по ресурсам, вплоть до того, что все строки, все drawable.xml, все values и так далее, разбивать по фичам. Вот, просто именно с разделением строк я еще ни разу нигде не сталкивался. У нас есть проект пробный. И интересный эксперимент. Намного удобнее. Потом, есть еще такая проблема с фотографиями. Вот теперь вопрос. Есть такая проблема, то, что фотографии нужно отображать, и их никак в вектор уже не перевести. Что с таким случаем делать? Ну, отображать как есть. У нас есть ресурсы, которые не в векторе, это PNG файлы. Использовали ли вы WebP? Это подход к Google. Вы можете правый клик, convert to WebP. Это сжатие PNG. Я не знаю, именно формат Google. Он сжимает до 60-70% PNG-шки. И отображается так же. По поводу рендеринга, я не знаю. Ну, тут возможно… Честно, я не использовал сейчас Вову ответить на этот вопрос. Отвечу. Действительно, это хорошее замечание про WebP, что если у вас есть большая какая-то картинка, и в документации Google написано о том, что супербольшие вектора, там тысячу на тысячу, как было вот в замерах, не стоит использовать. Используйте обычный формат, не векторный. И WebP – отличный вариант. Мы его используем, ну, если есть возможность его получить иногда, там, во всяких промо-акциях бывает, и JPEG используем, но редко. Дальше вопрос. Для Night Mode используется отдельная конфигурация ресурсов, правильно я понял? Да. Это с какой версии Android? Это из компата, но там есть свои тонкости. Как бы, если посмотрите… Сейчас. Подожди. Если вы посмотрите, в Night Mode в компате появился механизм переключения, в Night Mode режим, но он там не совсем корректно работает, насколько я усведомился тех, кто как раз реализовал эту функциональность. И у нас полностью свое решение написано. Но смотря в сторону компата. А если не использовать компат, это с какой версии? А вот здесь вот смотрите, Night Mode был всегда на самом-то деле и в четвертых андроидах, и вообще там самых первых андроидах. Но есть одна проблема. Когда ты его просто переключаешь в стандартный механизм, который тебе андроид предлагает, у него добавляется дополнительный статус бар, что ты теперь переходишь в режим вождения, у тебя там начинает все мигать очень неприятно, ну достаточно выглядело позорно. Я хотел… Ну, фото еще даже подсказывают меня, даже все приложения в системе. То есть вот этот подход, мы его смотрели с самого начала, он нам не подошел. То есть вот нам надо было, чтобы быстро, четко, когда ты едешь по маршруту, чтобы у тебя ничего не мигало, чтобы водитель видел ту карту, ту траектору движения, по которой он едет. Спасибо большое. Кстати, последний вопрос. Нет, ты уже задавал. Максим, спасибо за доклад. Хотел спросить, видели ли вы, замечали, встречались с таким явлением, как неправильная отрисовка векторной графики на андроидах ниже пятого, при изменении видимости альфы, перемещении и так далее. То есть она первый раз отрисовывается адекватно, а потом при манипуляции с авьюхой с ней что-то происходит и ломается. Если встречались, то как боролись? С такими проблемами не встречались, но встречались немножко с другими проблемами. Вот я говорил, что по плагин для скетча он занимался не только что, просто конвертировал до SVG, но он его еще ужимал. То есть он делал определенные операции над пасом, соответственно пас получался как бы короче и, соответственно, занимал меньше места. Вот честно могу сказать, что есть андроиды, которые не умеют это парсить, и, соответственно, при попытке отобразить этот ресурс, ты ничего не видел. То есть, соответственно, здесь приходилось убирать компрессию SVG перед тем, как сформировать вектор drawable и создать уже вот такой вот более тяжеловесный файл, если так сравнивать. Спасибо. И вы говорили про онлайн-конвертер. Я так понимаю, он сейчас на гитхабе топовый есть ввести. Он называется SVG to XML. Да, что-то в этом роде. А адекватно ли он работает по сравнению с другими решениями? Ну, если ты почитаешь дополнительную информацию, которая под этим конвектором написана, там есть еще один конвектор, на который идет уже тоже ссылка. Но вот все-таки рекомендую именно студийное решение. Почему? Извините. Потому что вот эти два конвертера, которые я знаю, вот эти онлайновские, они не убирают группы. Они либо убирают, но очень плохо. Вот то, что я сравнивал, потому что как возникает. Когда дизайнер кучу шейпов лепит, то объединяет их в группу, то еще что-нибудь. Может такая очень длинная, много группы получиться. И когда ты конвертируешь, у тебя также все эти группы остаются, которые не надо. Ну реально. Там получается проблема в математике. То есть тебе надо каждую группу развернуть, и вот эти транслейшные, повороты, либо какие-то у группы есть, это запихнуть вот в этот паз. Соответственно, тут вот в этом вся и беда. То есть плагин наш умел разворачивать группы, у тебя получается, грубо говоря, уже такой списочный, легкий список всех пазов, то есть никаких групп. И пейнт-код умеет то же самое. Но вот как вы знаете, может быть кто-то там дальше работал с вектор-дровым более корректно, более детально. Группы нужны для анимации. Все.